Всем привет, если вы смотрите это видео, то попали на канал Дрейв Фойера, и с вами я, Дрейв Фойер, и добро пожаловать обратно в Bleach Brave Souls. Это уже 256 серия по этой игре, и сегодня у нас опять гильдквест, да. Кстати, как вы видите, у меня 11 орбов, я уже успел потратить за это время примерно, ни много ни мало, 300 орбов, да-да, синглами. Но, открывал 75, и как вы думаете, что? Вот, мне выпал в Якуе. Я такой, открывал 75, у меня было 100, вот те, что остались после видео, у меня 100, я начал открывать, смотрю, 75, вот в треть сингла открываю, там 5 звезд, и думаю, такой, да ладно, ну неужели? Ну, нет, там Якуе. Ну, главное, что не Майюри. Хотя, теперь, я думаю, буду копить на витрину, где все трое будут, и Унахан, и Ячеру, и Кен. Также в придатке будет, вроде, Хичига, точно помню, и еще два персонажа. Ну, мы ее будем открывать с братом, я надеюсь, он сдержится, потому что он с работы приедет, и я надеюсь, мы с ним вместе откроем на видосе. Я буду открывать там, ну, у орбов 200 синглами, может, даже 250, если будет, потому что у нас скоро новый ивент опять. А-а-а, в пвп-магазине я смогу купить себе нового персонажа, который Руричио. Итак, сегодня будем проходить гильдкуэс за Айзена, вот такого. Брат будет тратить около 2000 орбов на Хичига, и я очень надеюсь, что в этот раз он все сможет достать его. Итак, вот Айзен, все по СП-30, Теншентай пришлось пока ему поставить вместо С, Хичига, Линк-1 уже 10-го, и все в КДР. Вот такая вот сборочка, 110% ФСП, и вместе с ним будут также Уриум. Который старинный, второй уровень в игре, потому что первый это оранжевый. И мой, Хишишигавар, пришлось его пока из Линка вытащить. Гильдквест, я вам скажу, нормальный. Не особо сложный, но не слишком легкий. Особенно, когда попадаешь под удар. Да, это меня всегда раздражает. Но вы это знаете. Итак, раунд второй, до 13-го числа, как раз 13-го будет новый ивент. Итак, нужны эспаты, киллеры Х2, стронг атак дэмэдж Х2 у нас как раз в кастер. И дальние атаки Х1, но мы подходим только под один. Вот. Убийца Ранкаров. Ну тут прям, знаете, вот этот персонаж прям очень хорошо зашел. Потому что он убийца Ранкаров, он дальник, он... Можно ему в стронг атак дэмэдж собрать. Ну он вообще полный кал. И тут у нас за фиолетовых и за синих против вот этих двух атрибутов. Ну вот персонажи, которые нужны. И среди них есть те, кто у меня в команде. Слава богу, опять бонус от всех трех. За это клавам спасибо. Эту персонажа я лишился, так и не прокачав его даже на пяти звездах. И, видимо, никогда уже и не прокачаю. Потому что Френзи этого они уже не вернут. Потому что я вам говорил, как они делают Френзи персонажей. Поэтому этого перса и Бьяку, и Руки уже точно не будет. Поэтому это ваш шанс их вытащить. И вот Руки сейчас, кто не вытащил ее вытащить, прокачать и получить за нее Арбаса. Потому что скоро будет новый Френзи. И я думаю, что там будет Эспада. Потому что они чередуют Эспаду и Шенигами. Давайте начнем. Че болтает? Ничего не делаем. Да, то есть они чередуют Эспаду. Потом, ну вот смотрите, например, Эспада. Потом кто-то из старых уже кто был. Потом новый Шенигами. Потом опять старый, потом Эспад. Ну вот так. И, скорее всего, следующий будет какой-нибудь там, не знаю, Барган или Халибл. В своих первых формах. Без ресурик Шиона. Вот. Айзи, на самом деле, очень классно проходить. Мне он нравится, как персонаж здесь. Но единичку мы уже получили, перезаходим. Ну и сейчас я вообще никак не расстроен. Не нервируюсь своей нервой. Потому что это только начало. Мы только начали, уже получили урон. Точнее, почему я всегда во множественном числе говорю? Я только начал и уже получил урон. Вот. Давайте сразу не с бусту начнем, а первым приемом. Загасим. Кастуем. Этого сурки убьем. Потому что тут больше никого нет. Вы знаете, да, непросто, на самом деле, проходить тут. Особенно с такими лагами. Мне бы какой-нибудь мощный телефончик. Да. Или планшет мощный. Бустом убил. Нормально. Смотрите, Айзен против своей спада идет. Хотя он против Халибл уже так делал. Все нормально. Сурки тут бить практически бесполезно. Потому что тут нету Х2 с руки. Ну, этих бонусов. Сейчас третий взаим. Ну, какой же он охрененный скилл у него? Просто третий. Ну, это просто жесть. Сразу в голове вспомнилась тот момент, когда какой-то человек мне начал заявлять, типа, Ого, нифига себе, ты смотри, он вызывает... Как его? А, он называет прием. То есть, он скилл называет, типа, приемом в наше время. Все. На костер его. Ну, блин, чувак, если тебе слово скилл в древе и скилл... Как прием удобно говорить, то, пожалуйста, говорите. Тебя никто не запрещает. Но, я называю правильно. Сильная атака. Можно так еще называть. Но скилл это то, что... Это умение, которое персонаж приобретает после его прокачки на шести звездах. Вот. А тут... Это уже не является тем скиллами. Это является приемами. Бустами. Так же. Вот тут, я помню, надо ульту иззять. Потому что слишком много врагов. Ну, они жирные слишком. А с руки их бить бесполезно. Потому что они 160 х уровней тут все. О, отлично. Я знал, что это будет враг. Как же я рад, что мне этот персонаж выпал. Блин. Просто прям бомба. Но выпал он в прошлом году. Ну, чувак. Пока, грим-джоу. Так. Ну, тут мы ввязаем ульту. Сначала кома немножко набьем, давайте. А потом ультуем. Вот так. И напоследочек. Сейчас тоже ультанем. Вот здесь. Вот так как-нибудь. Потому что... О, кого-то шотно. Блин. Жалко, Уайзен медленный. Ну, блин. Спринтер это, конечно, хорошо. Но спринтер 2, это ж лучше. Ясен хрен, это лучше. Так. Теперь просто нельзя дать ему нанести урон. Третий, давай. Красиво завершим. Просто ломаем пространство. Ух. Ну, 170 хоть на обиль, то ну. С самого начала прям бежал. Без потери. Блин, ну, ё-моё. Ну, что это джекпот опять словил? Да, господи, дайте орбов. Вот почему один раз выпало 25 орбов? А сейчас даже хотя бы десяточку не дают. Ну, охренеть просто. Я тут мучаюсь, значит. А они, блин. Ой, мы, видать, опять не попадем. Да, блин, не знаю. Когда мы уже попадем в S, наконец-таки, а? Мы сейчас в S. В слове S. В заднице мы. Вот. Вот. Ничего не все сыграли даже. О, не, ребят. Всё, мы не попадем. Потому что сейчас у нас по 800 тысяч. Отнимите 160 и у вас будет, ну. Хотя. Ну да, в принципе, 800 тысяч. Ну, блин, я не знаю. Мне кажется, мы не пройдем. В следующую лику. Да, гилькласс какие-то, блях, они неудобные вообще. Ну, серьёзно. Вот где у меня зелёный киллер Аран Карвлю? Вот. Блин. 4 тысячи на таковое ячего. Нету его. Всё. И клапы показали мне. Знаете, как лягушка прыгает? Я бы вам показал, но не могу. Покажу какой-нибудь в следующий раз, когда я буду видео снимать. Там, например, в какой-нибудь игре, там, с веб-камерой. Нам недавно учитель показывал, как лягушка прыгает. Короче, фига. Вот. Мягко говоря, мне показывают и говорят, вот тебе хотел ичего, банкена. Вот тебе фига. Фига, фака и елда. Вот что мне показывают. Подают на стол. И говорят, приятного тебе удовлетворения. Радуйся тому, что есть. Ну, это чисто, знаете, вот подходите к толчку. Видите, там говно плавает. И там написано. Приятного удовлетворения. Вот, наверное, то же самое. Вот тебе радуйся тому, что есть. Радуйся говно. Не радуйся тому, что... Тебе может что-то... Не радуйся тому, что тебе выпадет твой персонаж, которого ты хочешь. Радуйся тому, что у тебя есть. Я радуюсь. Питью Майюри. Бьякуи. Понимаете, тут Бьякуи, это чисто... Он на этой витрине как линк для банкена. Но... Проблема в том, что банкена-то нет. Я, наверное, этого Бьякуи вместо Гина поставлю у этого. Улькиора оранжевого в линк. Потому что он будет... Ну, по сравнению с Гином, он больше стату будет давать. Вот. Да. Ну, а так всё. На этом всё, дорогие друзья. Вот ещё 5 рубов за 11-й день. Всем спасибо за просмотр. Скорее всего, следующее видео уже будет... А, нет. Следующее видео будет опять же Гильд Квест, а потом уже открытие. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу Паблич Брайс Солс, Блич Парадайс Солс. Там есть вся необходимая информация для всех игроков. Всё, что вам неизвестно, всё, что вам интересно, всё есть там. Также следуйте по всем остальным ссылочкам, которые в описании. Вступайте в группу Дрейф Фуэра. Там что-то 10 тысяч на канале и 200... А, 300 человек там. И обязательно смотрите видео, которое будет показано на экране. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok